Сегодня я лично представляю именно это производственное торговое предприятие, которое занимается в том числе производством газовых шаровых изолирующих, демонтированных вставок, инструмент для резких газопровод под давлением, аналогов делали. Остановлюсь на арматуре, значит, потребление трубопроводной арматуры в отраслях, основных, химическая промышленность, газовая, нежзянная, металлургия, энергетика, водоотведение, отопление. У нас все-таки газовая форма. Значит, газовая промышленность и порядка 15-16% на все заправленные арматуры Российской Федерации используются. Инженерный центр «ВИАЛ» был организован буквально три года назад. Мы являемся производителями, повторюсь, в том числе на воду. Хочу, кстати, коллегами похвастать, не так давно произошла первая отгрузка. Мы фактически вошли в историю средства России. Мы поставляем арматуру на крымский водовод, подача пресной воды, да, там, с Кубани, с Краснодарского края. Значит, там, тысячный диаметр, то есть 25-е давление, там, ну, эксклюзивные такие весьма вещи. Наши специалисты весьма готовы реализовывать, в принципе, вообще никакой сложности. Но только задача была выдать качество, превосходящей немецкой, в том числе, там, лимитой, лакоматурой, да. И специалисты ГАСУ потом проверяли, конструктора проверяли, значит, наш конструктив. И, ну, по чертеже, элементарные сказали, что у нас трехградный запас прочности. Ну, от чего мы всегда стараемся добиваться от своего производства, да, это и от контекстуры. Значит, для производства полного цикла мы располагаем специальным оборудованием. Это токарно-фризерная группа, это трусик, в том числе, станок, это плазменная резко, это сварочные посты, покрасочная. Некоторые коллеги были у меня на производстве. Оно, в принципе, небольшое, да, там, порядка 500-600 квадратных метров, если взять именно производственное помещение, плюс складское, да. Значит, первое, с чего мы начали свое производство, да, это было как раз аватар, вот эти вставки демонтажные. Ну, особо вам вряд ли будет интересно, да, именно то вот оборудование, которое мы сейчас и поставили на вода, вот. Для вас будет любопытно, это изолирующий краны шаров, и все газовоспределяющие организации ими их используют. Ну, в основном, да, там, идут диаметры, там, 25-ый, 20-ый, там, 30-ый, да. Мы делаем до 300-ого, подземного сразу, с вопросом предупрежу, мы еще не научились, к сожалению, делать, но учимся, обязательно научимся, обязательно выясним. Ой, так. Ну, что такое, я думаю, кэши, никому из вас представлять не надо, да, это, значит, экран с изоляторами, который газовоспределяющий да, еще только в системе изготавливаем, проводили анализ цен, стараемся держать, действительно, ниже рынка, просто потому, что мы, как новый производитель, нельзя даже пытаться что-то делать в рынке, просто потому, что, вы понимаете, зачем нам это, если мы давно работаем со стандартами уже. Средний, 20-15-20-22%, средняя, конечно, меньшая стоимость наша, да, по качеству нисколько не уступаем, кстати, наши коллеги, серная компания тоже изготавливает кэши, у них есть гость сер, делают их тоже, на базе, кстати, тоже члены ассоциаций и личное качество, при том, что коллеги, да, при том же сер. Делаем от 16 до 25 подзаказ, температура мимо 40 до 60, ну, все абсолютно стандартно, но еще нового расскажу. Планец от 20 до 300 диаметра, значит, муфта там, вот до 50-го, да, сварка тоже от 300 диаметра. Складской запас, примерно 800-1500 единиц, не успеваем лучше наделать, не забираем. Помощь настя не крупная, однозначно совершенно, мы производители делаем порядка 800-1000 штук за месяц. Будем расти, потихоньку разрастаться, пока на нашей площади просто больше уже не позволяют физически. Значит, конструкция материала. Корпус, паламба, горловина, штук, соединители, изолирующие, уплотнения. У нас используют Волгоградское уплотнение от Константы 2. Мы считаем это, наверное, лучшим. Что сейчас есть на рынке, мы очень много что перепробовали, там есть сперми-производители и так далее, то есть, ну, это очень важно. Все-таки это газ. Делаем в трех разных исполнениях, да, там, УХЛ, ну там, 12-х но это очень редкость большая, обычно делают по спидзакалу, у нас есть два партнера, они почему-то хотят, чтобы они оживили. Значит, продемонтажные вставки – это вторая линейка, с чего, в принципе, мы начинаем это производство, да, с чего учились, скажем так, работать с металлом, ТВР, и шнуфты, которые компенсируют линейное расширение трубопровода, без потери герметичности, они облегчают работу ремонтной бригады, эксплуатацию заборной арматуры. Если 50-й сотый флангсовый кранат поменять легко, то стартика дает, там, тысячная, тысяча, тысяча, двухсотия задвижка, если, там, пункта тур. Значит, ну, о чем я тогда уже сказал, мы внесли небольшой свой вклад в историю строительства России, поставили на магистральную водопроводку в Крым. Мы считаем, что большая засуха, большая доверие, которое нам указали, и мы гордимся этим. То есть сотрудники, откровенно, будешь почестны, не приняться этим. Значит, что хотел представить для своего производства, но мы являемся официальным представителем компании-производителя, да, до константа. Это уникальный материал – полимерная запорная арматура. Чем хороша? Первое, что очень важно – вес. А сейчас этим заинтересовались конструкторские бюро, которые проектируют коровы, в том числе, да, и ВПК «Алмаз-Анкей». Мы сейчас ведем такую активную работу. Чем интересна эта арматура? Первое – любые абсолютно среды, в том числе, агрессивные, до концентрированной соляной кислоты. То есть химическая промышленность, да, сразу же и так далее. Второе – для нефтяников это очень интересная арматура, спустя даже 5-7 лет из-за своих химических свойств не фонит. Третье – последнее, помимо качества, ну, там, герметичной склассации, а далее все у всех одинаково, потребитель, в том числе и застройщик, и строитель, и эксплуатационщик, стал обращать внимание на эстетику арматуры. Потому что, когда кто-то строит эконом-сегмент – это одно, когда идут уже другого уровня строительства, смотрит не только на ее технику, а на внешний вид. Делали, к сожалению, только раны, дать не скажу, до сотого, до зазора до 150-го. Пока производили тоже порядка, там, где-то там, 750-800 штук в месяц, ставили на опытные участки как раз на химические производства. Нареканий вообще не было. То есть не то, что было практически, что, что-то, не было совершенно нареканий. Они сейчас в план закупки, в план даже какие-то проектирования новые, вносят конкретную эту арматуру. Значит, в зале присутствует Дагон Константинович Черчиков. Его отец лично это придумал, спроектировал и запакентовал. У них есть там своя лаборатория, да, после каждого футбола. Да, это, например, значит, разработка российская, да, с города Волгограда. Это научно-производственное предприятие, само основное было в 93-м году, не так давно, было юбилей 25 лет, да. Значит, наряду с проектом, там всегда идут инновационные какие-то разработки, там новых композиционных материалов на основе полимера, там термокорректопласты. Значит, основное направление это изготовление плотни, там из полимерных, из позиционных, это разработка нового материала, композиционного, это производство композиционных заборных мотор, как раз, которую я вам предложил после того, чтобы подробно. Значит, на территории 2000 квадратных метров выдали на участки лаборатории, да, значит, под прессование, под спекание заготовок, под механическую обработку, под теплым давлением, производство торги, вычет кивинированных упальм. Чтобы вы принимали полимерный запорную арматуру, предприятие, в принципе, изначально специализировалось на производстве уплотнителей и сёдевых и так далее, то есть, клиентские, ну, основные клиенты, это производители как раз запорной арматуры сами. Ну, да, кстати, в том числе, да. Значит, дисковые затворы. Данная полимерная арматура отвечает всем и высокой долговечности. Это пример. Он никогда не заржавеет. Его службу предоставать, ой, металл, в том числе, не ржавеет, к сожалению, у нас качество нержавеющей стали, скажет, ну, вы пример не зажавеет никогда. Он, да, дешевле. Он легче. Когда у нас на магистрале стоит один ватный, да, элемент, когда у нас на том же самом корабле, там, порядка полторы тысячи кранов, да, значит, вес уже имеет огромное значение. В свое время мы начали уходить от стали. Сейчас очень многие корабли, там, в том числе и новейшие проекты, это была из 3550, допустим, играть под антиллероктического класса. Сейчас уже, на дне остальных, только на более потери. Потому что вес, огромное значение для энергопотребления в этом агрегатах и так далее. Все то же самое сейчас в предстоительстве происходит в вязовых сетях, там, в лесных и так далее. Транспортировка, опять-таки, облегчается тоже эксплуатация, облегчается. Ну, это очень много. При этом ценовой сегмент, не скажу, что это дешевое удовольствие, но скажу, если это сравнивать с качественной запорной армутой, то примерно один к одному получается. При всех плюсах и при всех составляющих, которые существуют. Значит, давление, которое держит, затворы держат до 16 кг, краны держат до 25 кг, при температурной эксплуатации от минус 60 до плюс 150, в принципе. То есть на всей территории, немножко не только страны, да, в любых условиях можно эксплуатировать. Значит, из чего они состоят? Корпус из армированного термопласта, либо реактопласта в зависимости от пожелания заказчиков, да, есть их применение. Значит, металлоплимерный диск и островерная манжета. Все, конструкция простейшая. Лома с ним, все при этом запатентовано. Значит, кран, также фланец, это термопласт, либо реактопласт, шаром амированный термопласт, седло, с термопласта или реактопласта. Повторюсь, конструкция абсолютно простейшая, надежная, легкий, ну, весьма уникальный материал, который не так давно только начал появляться на российском рынке. Я хочу, коллеги, чтобы на это особое внимание обратили. Возможно, если можно как-то применить на опыту эксплуатацию, возьмите, попробуйте. Может быть, для вас это будет очень актуально и очень интересно. Значит, это вопросы, касающиеся полепроизводства, запорной арматуры. Продолжение следует...